Книга «Открытым оком», том 8, тема канонизации, вопрос 2100. Какими признаками руководствуются монахи, причисляя усопших к лицу святых? На фоне не тления признак неугождения Богу, а в иных местах не тление как раз наоборот признак святости. Чем глубже в пустыню шел, тем святее, отвечает Игнатий Тихонович Клапкин. Очень часто канонизировали вовсе и не мучеников за Христа в годину гонения, а даже и непонятно за что. 1 Коринфян 4.5. Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Григорий Антиохийский. Память 20 апреля. Святейший Сафроний Патриарх Иерусалимский дает о нем такое свидетельство. Кавычки открыты. Такой муж, как Антиохийский Патриарх Блаженный Григорий, достоин сопричисления к лицу святых и преподобных, он против воли был взят на Патриаршество и проводил святую жизнь в Христе Господе Нашем. Кавычки закрыты. Иоанн Рыльский. 19 октября. День памяти. Достигнув глубокой старости, Иоанн в мире окончил жизнь свою, удостоившись вечного блаженства на небе и был погребен своими учениками. Спустя немалое время Иоанн явился ученикам, повелевая перевести его мощи в город Средец. Открыв гроб, они увидели тело Иоанна целым и нетленным, источающим благоухание и прославили о тем Бога. Иоанн. День памяти. 18 октября. Молва о святом подвижнике скоро достигла до слуха людского. И вскоре к Иоанну собралось множество лиц, желающих проводить свою жизнь под руководством, а по примеру, жизни святого. И спросив позволение у святого отца, они поселились около его пещеры в палатках, сделанных ими, и стали подвязаться под руководством мудрого наставника. Недолго прожил вместе с пришедшими святой Иоанн. Желая проводить жизнь в полном уединении и молитве, он оставил братья и удалился за 50 верт в густустыне, где и стал проводить вполне уединенную жизнь, и только изредка ради научения приходил к оставленной им братьям. Драссида. День памяти 22 марта. Рассказав эти слова, святая Драссида сняла с себя в знаки своего царского достоинства, царственного достоинства, и тихо вышла из своего заключения, так что никто из стражей не заметил ее. В то время, когда она шла, чтобы вернуть себя в одну из печей, то размышляла, говоря про себя, как я пойду к Богу, не имея на себе брачной одежды, то есть не приняв крещения, ведь я нечиста. Но царь, царствующий Господь, но царь, царствующий Господь, Иисусе Пусти, ради Тебя я оставила мое царственное положение, чтобы Ты удостоил меня быть хоть привратницей царствии Твоем. Крести же меня Ты сам Духом Твоим Святым. И, сказав это, святая Драссида вынула мира, которая из всех сокровищ своих взяла с собою и помазала им все члены свои, и потом вошла в воду протекавшего на ее пути ручья и сама крестила себя, произнесшей слова. «Крещается раба Божия Драссида во имя Отца и Сына и Святаго Духа». После всего предавшись строгому посту, она в течение семи дней скрывалась. В это время ее нашли некоторые христиане и из ее рассказов о себе узнали все вышесказанное. На восьмой день после крещения святая мученица, помолившись, сделала то, что раньше задумала, и так отошла к Господу, сама вошла в огненную печь и сгорела. Александр Невский. День памяти 30 августа. Такое же впечатление произвел величественный образ благоверного князя Александра инострашного завоевателя Руси Батыя. Что же касается русских людей, современников святого Александра, то они, описывая внешний вид своего князя, подобно немецкому рыцарю, не могли подыскать сравнений с современной жизнью. По красоте они сравнивали благоверного князя с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником над всей египетской страной. По силе святозаветным студию санцоном, по уму с царем Соломоном, по мужеству и военными, доблестями с древним римским императором Веспасианом. Когда благоверный князь говорил с народом, они или отдавал приказания своим воинам, то замечает современника, писатель, жития князя, его голос звучал, как труба. Не-не-не-не-те-келу-форсим, такой плакат никак не помешает правителям, добавку керосин на аппетит слабительное в чашу. Кощунствуют на игрищах бесовские священные сосуды к их услугам, но божий гнев намащивает соску, и смертный кубок заплясал по кругу дрожжи. Держава гордый Вавилон, вино кипящее губам своим подносит, незажигалка, газовый баллон дрожат колени яростно подносит, похмелье тяжкое оторваны копыта, рогами в землю пашет за чужое, и дрожжи выжмут из черепков допита, за праведников твердые мозоли. Невидимая кисть от той руки не разлучилась и сейчас напомнить, не разлучилась и сейчас напомнить, не вечно будут в рабстве, не вечно будут в рабстве прулаки, в упряжке захрапят лихие кони, меняется стремительно картина, и в эту ночь был Валтасар убит. Под дом Ипатьевых заложенная мина подводится и к ним под мирный быт. Мы в обществе имеем вес немалый, и в церкви чтится наш авторитет, но легче пустоты быть может это сало. На божьих весах мы пустоцвет, напомнить милосердием утробы, болящих навестить и заглянуть в тюрьму, тогда клеймо на злате высшей пробы, что не постигнут смертному уму. В храме Божьем священные сосуды, угодные на добрые дела, оправданных Христом уж сам Бог не судит, уже сам Бог не судит, когда соединятся с душами и лам. 10 сентября 2003 года Игнатий Тихонович Лапкин